Что ты там увидел? Ну-ка покажи там, что у нас получается. Чаик. Итак, третий день мероприятия. Наиль тут решил немножко порядок навести, да, в моторном отсеке? Марафет, как всегда. В конце концов он разобрался с этими патрубками, правда... Полчаса установки и паутина вся вебаста. Вебаста все патрубки силикона, печные. Система охлаждения чуть попозже. Окей. По мотору. Плита установлена, цепь ГРМ установлена. Успокоители все новые, цепь, естественно, новая, все поставлено. Схема есть и в книжках в интернете, как протягивать плиту. Обязательно обезжириваем на герметик. Маховик, новый сальник, маховик. Болты крепления маховика по схеме, крест-накрест. 30 ньютон затянули, на 180 отпустили. Потом опять 30 ньютон затянули. И доворот на 90 градусов. Все по схеме. Все, сейчас будем закрывать поддон. Обязательно, если вы не меняете маслонасос, либо поменяли маслонасос, он там сухой, залейте сюда масло, чтобы он не... Ну, когда запустили мотор, пока он прососет, чтобы на сухую ничего тут не работало. Ну, естественно, все вкладыши все. Мажете маслом, собираете. Да, еще один нюанс. Верхние вкладыши шатунные, свои, нижние свои. Путать нельзя. Верхние матовые с напылением, с определенным. Нижние обычные. Так что на коробках всегда подписано. Верхний шатунный, нижний шатунный. Все, все оригинал ставим. Вот так вот сборка идет у нас, тихоньку. Маховик без выработки. Все путем. Сцепление новое, сакс, да, оригинал? Да, вообще мне 23 маховика, сакс сцепление в сборе и выжимной новое. Осталось еще чуть-чуть. Распредвал, ГРМ, выставить зажигание, отрегулировать клапана и навесное. Салонный? Салонный. Чтоб не дышать хуйней, да? Да, в зиме как раз, чтобы печка работала, чтобы обдук хороший был. Ну, самое главное, если ты тут не наебался с шлангами, с печкой будет все нормально. Здесь все четко. Пострелочка. Выставили. Зажигание. Гидронатяжитель. Поставили цепь. Верхняя мертвая точка у нас сверло на шесть. Все поставили поршень наверху. Распредвал должен вертикально. Стопор нижний. А вот под этой шестенью стопор, он смотрит вниз строго вертикально. Изготовили приспособление из натяжителя ремня-генератора от УАЗика в кустарных условиях, и все у нас четко. Сейчас будем ставить коромысло и регулировать клапана. Коромысло я поставил. Регулируем клапана. Верхняя мертвая точка сверло на шесть. Все. Если первый цилиндр, то это первый, второй, третий, шестой. 360 градусов коленвал. Обратно на метку. И у нас четвертый, пятый, седьмой, восьмой. Все. Сверло вытащили на шесть. И все готово. Щуп 0.25 впуск, 0.5 выпуск. Работа работой. Обед нихуя у нас не по расписанию. Потому что время пять часов, а мы не жарамши, блядь, с восьми утра, да, братан? Кто-то проебал, вот кто, вон он, ответственный по пищеблоку. А мы почему-то жарем, блядь, пять вечера, а не в обед, как положено. Ужин считай, обед и завтрак все равно. Да-да-да, все в одном у нас. Чай кончился. Ну, короче, шашвычок у нас от Кавказ-Фуд. Ну и вот так выглядит уже мотор. Я думаю, что через часок-то мы его уже будем втыкать, а может и пораньше, как пойдет, короче. Все выглядит вроде неплохо. Лишь бы запустился бы, дай бог. Да походил бы с полмиллиончика. Ну ладно, что, пожрем. И будем собирать, да? Приятного, братан. Спасибо. Спасибо, кто кушает. Да. Ну что, брат? Бодрячком все, все идет по плану. Я что-то очень сильно устал. Нет, нет. Все это? На бодрячке? Прям бодрячком четко, просто внимательно так. Все это процесс такой. Захватывающий, да? Мыть весь день, мой же, блядь. Все, ставим в картер сцепление. Сцепление мы уже поставили. Мы момент один упустили, забыли первичный вал, чтобы отцентровать диск. Но у Наили братан Шамиль, дай бог ему здоровья, респект и уважухи, привез нам первичный вал из дома. А то думали, что еще на день-день останемся. Но не знаю пока, может быть. Все, сцепление центровали. Клапанную крышку, форсунки, все на своих местах. Трубки топливные, топливная рампа, ТНВД, новый стартер. Все с новыми болтами. Все, резьбу прогнали. Поставили все четко. А вот новая помпа, естественно. Сейчас нам жгут проводки. Поставить проводку ни слова. Картер сцепления. А, турбину та же еще, да, все, поставили. Турбину с кронштейном. Да, кстати, ребят, вот я про что хотел сказать. Не знаю, тут плохо видно. Вот здесь дополнительный кронштейн. Это на Next для коллектора. Упорный на бизнес. Если его нету, он продается, вот сюда ставится, чтобы коллектор не ходил. И вот эту трубку слива масла не отломила. И не проебалось масло. Ну или не вытекало. Все, вот подача на турбину. Все зафиксировали, здесь все затянули. Сейчас снимем еще генератор ГУР. Потому что у нас на стенде она стоит. И будем вживлять вон туда. В моторный отсек. Здесь что мы сделали? Поменяли все шланги на печку, на вебасту. Все метражом купили. Метражом купили. Просто силиконовый шланг поставили на расширительный бачок, чтобы все было четко. Подушки я посмотрел нормальные. Сцепление все в отличном состоянии. Только за две недели было поменено. И да, кстати, вот еще один момент. У кого проблемы с рулевым карданчиком на Next. Вот есть такая приблуда. Ты ее где брал? В строительном магазине? В Leroy Merlin продается. Вот, лайфхак. Продается в Leroy Merlin. Зажим для труб. Ну, чтобы не текли, если там труба сгнила. Да, это для, ну, водяная труба. Это хомут для нее. И вот говорят. Так, в сантехнике можно ее посмотреть. Но я его в Leroy Merlin взял. Решение, цена была 54 рубля. 54 рубля. Размер здесь диаметр 3,2. 3,2. И надо глянуть, посмотреть. Размер 3,2, короче, получается. Здесь стопорное кольцо идет. Вот здесь шлицы. Сильно пережимать не надо. Если кто-то купит железный. Там латунь желтого цвета. Пережимать не надо. Потому что это как салумином. Может треснуть, сломаться. Шлицевая, грубо говоря. Вот такая тема. Зажимаете ее и все. Песенье 3 бежитнее болтается, да? Да, 3 года я уже на ней езжу. Вот. Получается, обслуживать ее. То есть мы ее снимаем. Она держится на двух болтах. Мы ее снимаем. Чистим ее. ВДшкой там очистить карбюратора. Все эта грязь сейчас с лицевой выходит. И смазываем просто обычным моторным маслом. И она обслужена. И затягиваем потихонечку. И ставим ее. И все. А новая сколько она стоит? Рублиная? 8. 8, да? Ну вот. То есть вот за 50 рублей. За 100 рублей купили. И ходит. Что у нас там? Картер готов? У нас все отлично. Кастрюля, да. Так, надо вилку снять. Вилку мы потом поставим. Вилку даже снять. Потому что выживной мы на коробку наденем. Провода. Картер сцепления. И будем вживлять его. А, генератор ГУР. Вот так вот. Что-то худо устали тут. Ну ладно, перекусили. Чуточек. Чуточек. Ну, сегодня до того. Бокс до 9. И сколько сможем, столько сделаем. Еще? Да, это хорошее. Не, не, оно должно палиться отсюда через край. А, ебать, это его полный надо заливать. Ну, не полный там. Ну, до дырки. Пока отпускаем. Как в коробке в мосту проверяешь масло. То же самое здесь. Цилиндр должно потечь. Надо мне теперь сваливать. Вот тут на меня масло не попало. Внеплановое ТО у нас. Дырку попасть. Попасть в эту дырку, да. С воздухом надо. Все? Опускай. Пипка. Масло кончилось. Опускай. Теперь надо прокачать его. Мотор готов. Гусак у нас заработал. Заработал? Да. Сейчас его еще поднимешь, потом опустите и все. Я думаю, он попрет. Все, мотор собрали. Гену Гур. Со стенда снимаем. А подушку еще прикрутить, кронштейн подушки. И будем вживлять. Время 8, 9 час. Нам до 9 надо хотя бы его воткнуть, туда на подушку поставить. Вот сразу видно, что молодой. Быстро. Ты честно скажи, братан, ты устал или нет? Нет, я просто не раз. Устал не подходит слово. Дай бог бы запустился, да проходил. Тихонько крути. Мы шпильки зашли. Давай еще на это. Тихонько. Что, тихонько? Толкай. Ты только на это. Толкай, ты держи. На это. Нет, только кучу. Ха-ха-ха. Раз, два, три. Все, все, осталось уже, да? Нет. Нет, там в распыльке все вылезли. Все, встал, встал. А может это... Ну, на меня еще чуть-чуть. Что, у меня, ты можешь опустить чуть-чуть, не надо? А у нас скорость-то точно выключилась. Отключалась. Ну-ка, еще до меня толкните. Вы на подушке, сейчас ложись его. Отпускаем мешать? Да. Вживили. Слава богу. Болты попали. Только мы болты потеряли. А так нормально все. Болты добавьем новыми. Наиль говорит, завтра новые болты возьмем. Короче, мотор в моторном отсеке. Да, коробку наживили. Все, я подтянул три болта. Завтра уже будем обвязывать. Огонь. Четвертый день мероприятия. За три дня мы не уложились. Мотор собрали. Его поставили. Все, вживили. Подушки затянули. Но есть один нюанс. Где он наш? А где этот выжимной? Забыли поставить выжимной на коробку. Заодно сейчас будем снимать коробочку. Ну ничего, сейчас быстренько снимем коробку. Поставим выжимной. Да, кстати, по поводу то, что ворует коробки на газелях. Ребята, ее тут снимать в принципе 15 минут, если у вас аккумуляторный гейковерт. Раз, два, три, четыре. Почему-то у него одного болта здесь нет. Вот здесь. Крепление траверса. Это так делали, когда удлиняли рампу, что действительно, все равно тоже. Тоже равномерно, да. А, не попадает? Нет, здесь дырки нет. Технологическое отверстие, дырка в попе. Вот. И по поводу того, что ворует коробки. Ей снимать 15 минут. Чего, здесь четыре. Кардан. Его тоже заберут, скорее всего. И коробку. Вот, ребята, лайфхак. М12, шаг 1.25. Берете секретку с Нивы на колеса. Одну гайку сюда ставите с секреткой. И ребятам будет уже тяжело все открутить, потому что они будут не готовы к секретке и накреплению КПП. Так что не забудьте вот эту тему, обязательно поставьте. У кого машина на стоянках или где-то во дворах стоять, потому что это самая добыча зоомышленников. На следующий день придут, они первый день посмотрят, какие болты стоят. Потом возьмут ключ, на следующий день придут и открутят. Когда ее аргоном прихватите, надо просто прихватить аргоном коробку, она же не ломается никогда. И ездите. Все. Ладно, сейчас у нас, слава богу, есть бейкотоверт, все будем снимать и ставите уже мой. Ваши комментарии сразу. Сразу просто, у меня не напарник, а золото. Короче. Какой уже по счету ты распроембаешь тему? Порядочность сборки, разборки. С компрессор кондиционера, блядь, сука, мозги мешать. Заново снимать, здесь все руки обдирать, по верху впускаем, а компрессор вниз опускаем. И самое главное, что он его разбирал, не запомнил ни хера, как все. Три дня просто. Сейчас мы мучили, все поставили назад, сейчас обратно мозги снимаем. Разъем, чтобы пропустить компрессор кондера, потому что он зиму, летом в жару не любит ездить в жару, а хочет в холодке. И, короче, по новой сейчас снимаем разъемы, пропускаем компрессор, ставим и потом мозги ставим разъемы. Отлично сборка идет у нас, да? Да, сейчас покурим. На заметочку, вот так вот стоит у нас ремень, каменс с кондиционером, с компрессором. Запоминаем, как он проходит. Каменс с кондиционером, 2.8 газель next. Все ручейковые, 6рк, 25-63 размер. От Mitsubishi Outlander он подходит. Но это ремень, он идет как Mitsubishi Outlander. Все, ребят, запомнили. Все, мы везде подсоединили. Печки, проводку. Несколько раз, правда, снимали, потому что там поеченый. Потом расширительный, топливную аппаратуру. Все подсоединили, стартер подсоединили. Сейчас вентилятор будем накручивать и ставить телевизор пластиковый. А потом обед. Четвертый день обед. Приятного аппетита всем, кто кушает. Мы тоже вот закусим. И пойдем дальше собирать и запускать. Ну что у нас, подходит к завершению? Пока не знаем. Очень сильно мы подустали. Именно с мордой пластиковой на next. На бизнесе все гораздо легче и проще. Вот эти всякие глухари, то провернутся, то там выпадут. Где-то вот насквозь пришлось поставить радиатор, потому что глухарь. Вон там он провернулся. Вот здесь вот. Соляру мы накачали. Сейчас нужно залить масло ГУР, масло двигатель и охлаждающую жидкость. Да, кстати, ребята, фильтра меняйте на ГУР. Тут бачок пластиковый, внутри фильтр встроенный. Многие ездят, не меняя его. А его также положено менять, по-моему, в 30 тысяч километров пробега. В 30 либо в 60. Вот не помню, надо в книжке посмотреть. Это очень важно. Да, кстати, что хорошо, что на next уже стоит радиатор охлаждения ГУРа. Ну, многие сами ставят, но УАЗик в основном. Вот у нас еще комплектажка с кондером. Тоже тут все выморожено. Плюс еще электрики тут навешаны, как на новогодние елки. Всякие там фонарики туда-сюда. Человек любит очень эту всю тему. Он на что он там лежит. Надо повесить. Патрубки новые, силиконовые шланги, все. Что-то было до этого поставлено. Вот на радиатор новый силикон поставили. На турбину поменяли. Там патрубок оказался перетертый. Сразу не заметили. Вот здесь, кстати, тереть будет. Вот здесь надо бы шланг поставить. Что тут будет тереть? А-а-а. Как в том. И вот второй, ура. Нет. Хотя вот одно здесь вот. Я сделаю шланг потом. Насадишь. Ты здесь затянул на турбину? Да, да. Сейчас это. Все затягиваем. На печку тоже все в силиконе. Все четко. Тут ничего сложного нету. То есть, ну, просто телевизор снимается. Ну, капот, бампер. В нашем случае радиатор кондиционера. Потом радиатор системы охлаждения. Вот эти пластиковые крепежки для бампера. Потом интеркулер. Естественно, патрубки откручиваются. Вот это вот лыжа. Усилитель бампера. Все. У него еще тут хромированное это. Дугаб. Еще стоит до кучи. Два аккумулятора. Аккумулятор на месте. Один сейчас поставим. Выжимной мы поставили. Коробку я снял за 8 минут. Поставил за 10. А вот с этой 3 часа или 4 мы тут учимся с этой мордой. Собираем ее фары. А, да, кстати, еще фара тоже снимается, чтобы морду разобрать, чтобы снять мотор. Масло в розливе ZIC. С допусками на каменцы. В ГУРП тоже ZIC. Да, в ГУРП ZIC? Да. Красное тоже в розливе. Антифриз Ага красный. Вот патрубы, кстати. Вот он перетерся. И он обмаз сюда. И он так ездил какое-то время. Сосал его. Нормальное время ездил. Ну да, давно насквозь. И мотор с улицы турбина всасывал шляпу. Ведро нам подарили. Вот такое, кстати, масло. Да? Такое же масло мы залили. Вот это масло мы залили. Вот это нам надо будет открутить. Отсюда будем стравливать воздушную пробку. У нас комплектация с Вебастой. Там стоит электронасосик. Нам это все поможет прогнать систему охлаждения и выгнать воздух. Отсюда будем стравливать. Вроде все залили. Жижу залили. С термостата шланг. Шланг сняли вот этот синий маленький. Вот этот вот. Оттуда все потекло. Потому что вот здесь шестигранник сорванный. Воздушную пробку, чтобы выгнать. Кто-то сорвал, короче. Сейчас включили котел. Да, помпочка работает. Запускается. Да, вообще тема. Борт 746 взлетает. Самара-Челябин. Все, горячий. Запустилась Вебаста. Насос гоняет. Во-во-во, воздух выгоняет. Вот очень удобно с электропомпой. Сейчас она вырвется. И чуть-чуть такой зуб будет. Вот-вот-вот, воздух уходит. Ну и жидкость потихоньку падает. Да, теплый. Это значит пошла отсюда. В печку. У тебя кран... Вот этот ты открыл на лето? Ой, на зиму. У тебя открытый он? Открытый. Это холодный еще пока. Это уже теплый. Ну, уходит. Уходит, уходит. А сейчас надо выключить. Он сам выключится. А, и сам опять запустится, да? Сейчас вот остывает темп. И после этого опять он будет потом уже включится. Сейчас вот он попытался, дым пошел. Значит, ну, как-то... Запустится, да. Там жидкости, короче, нет внутри. Ну, ладно, подождем. Подождем, ребята. Процесс я весь показал. Сейчас прокачается. Выгоним воздушную пробку. Ну, и потом опять включимся на запуск. Первый запуск, ребята. После ремонта. С Богом, дай Бог. Чтоб запустился и работал. Давай. Смотри за этим. За давлением. Пузырьки там что, идут? Воздух, да? Да. А ты же и сепаратор вскрывал там, да? Ну, я налил только в колбу. Так, солярка. Должна запуститься. Стоп. Ага. Вот про который я форсуночку говорил. Вот отсюда заплевелась у нас солярочка. Вот этот штуцер надо подтянуть нам. Потому что я снимал форсунку. Вот с этой трубкой она не откручивалась. И вот она у меня подозрение было. Надо, короче, вот это расслабить. И сейчас попробую подтянуть. Сделать. Сейчас исправим течь солярки со штуцера. Со старенького. Все, мы прокачали. Хер его знает сколько раз. Сейчас еще включаем вебасту. И запускаем. Течь мы устранили. Я раскрутил все-таки эту трубку. Вот эту подтянул. Ржавый штуцер. Ремешок посвисывает. Но мы на него пролили антифриз. Когда вот воздушную пробку скидывали. Он просохнет, перестанет. Продолжение следует... шепчет гидромуфту надо подтянуть хотя я посадил на герметик подтянуть до посадил на герметик я не видно ключом у мужиков камазиста взяли так подержи она у нас и балла она у нас упал до открутилась нифига себе и до конца затянула за этим причем вот так вот ладно сейчас поставим и назад затянем короче у нас везде присутствует немножко распиздеть но ничего нормально поставил на обычный герметик но сейчас мы еще под не знает где ключ на 32 лежит пошел просто она знает но все одобряет машинка мы взяли ключ к ним нормально так что гидромуфту затянем мотор слава богу запустился давление все лампочки все погасли все четко сейчас я схожу пойду машину возьму диагностику подсоединимся дай бог она не считает но бизнес считывала без проблем камин евро-3 здесь евро-4 но я думаю мозги те же самые при нем должна считать пошло из-за диагностикой ну чё ребят дело за малым и осталось бампер здесь вот это тоже все провернуто и крепление бампера вот что это такое уже лепили тут клеили а так работает моторчик гидромуфту прикрутили все вроде сухо везде вебаста тоже запустилась все нормально все работает жидкость ушла фото ошибочка горит сейчас попробуем подключить диагностику посмотрим что это за ошибочка а так все давление масло все есть все нормально да если она начинает гореть в основном значит топливом либо изначально там прокачивать потом когда едешь там уже по дороге там по трассе и так далее она начинает сама автоматически пропадет ну либо подключиться то же самое покажет что топливом сложно ну сейчас я пойду схожу в машину за диагностикой ты пока глуши тогда так когда мы поставили все тронулись вперед-назад по нормальному все работает коробочка сцепления все четко так подсоединил я диагностику и что нам она показывает цепь датчика индикатора наличие воды в топливе напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения сейчас мы сольем чуть-чуть топливного фильтра и еще раз подкачаем и сбросим ошибку у меня как раз такая точно два раза у меня такая штука была ошибка такая желтая загорелась тоже я подсоединял когда был камин снасоболе то же самое писала в топливе вода вот я сливал со стойника немного солярки и все потом проходило потому что внизу стоит датчик хотя наиль говорит он перед ремонтом сливал он менял фильтра и в баке да и фильтра в баке в двух баках везде в этом потом вот здесь на ремонте в сепаратор и вот сепаратор перед этим сливал прям откручиваю кранчик на месте полностью вообще полностью он должен с этого уже просто течь ну не знаю он давно так не сливается я сразу с барашка откручиваю он может забитый чеванинкой а ты кол будет вообще промывал корпус фильтра когда брем-то не был хуярили ебать даталова с 7 утра до 10 ну там чистые чистые? у меня порошок всякий какой-то там был хоть оригинальный лукойл заправлялся тела у тебя с сепаратором полностью прям сливай сейчас я откручу крышку и вытащим фильтр и посмотрим а ты когда его вообще менял? фильтр? да 2000 назад да 2003 что вскроем фильтр? да да ну все и прям пока воздух здесь ебанешься а у тебя есть новый фильтр нет? есть ну давай сейчас посмотрим так я закрутил ну сейчас вскроем фильтр посмотрим что там внутри она такая тугая эта крышка я тем более без ничего я закрутил здесь сейчас вот этот аккумулятор руки солярки а ты когда ее отключил? так вот я ее затянул сейчас здесь когда все разумно было здесь доступно все было движка не было ты фильтр достал? фильтр достал там все чисто было все чисто? ну тогда не будем вот давай не будем да сейчас я еще там проверю тем более открыто все было после может это ошибка сбросить вообще? я сбрасываю, но я что-то не сбрасывается сбрасывается сейчас еще все разъемы на фильтре посмотрю и попробую по новой подключиться все соединилось я перезагрузился короче и все у меня соединился с адаптером телефон вот мы смотрим показания давление моторного масла в норме отлично вот где низкая у нас норма полная шкала все хорошо дальше что мы заданное давление в топливопроводе 406 бар у нас вот тоже самое почти 408 402 то есть в норме ТНВД нормальный дальше что у нас мгновенный расход топлива 0,6, 0,8, 0,9 ну вот до литра 0,6, 0,7 то есть в час это в час изумительно моточасы 995 37, 37 так где-то напряжение отличное 14, 38 да 14, 25 напряжение то есть в генераторах нормально все рабочее все выдает дальше что у нас обороты двигателя 750 обороты двигателя в состоянии хорошо так про коробку нам не важно дальше что у нас так пробег 387 тысяч 445 километров 73 метра родной пробег по блоку управления он не снимался так состояние обнаружение воды в топливе не обнаружено но ошибочка у нас горит температура у нас 60 градусов охлаждайте на мониторе тоже у нас 60 градусов вот крутящего момента вот этот дозирование жидкость для смеси очистки отработавших газов у нас это все прошито ничего здесь не пишется частота вращения турбонагнетателя 120 тысяч оборотов в минуту единственное вот цепь датчика индикатора наличие воды в топливе напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь вот этот датчик наверное в этом фильтре моросит так все в норме работает показания все в норме но на или говорит бывает такая штука когда меняешь фильтра там все вот эти моменты потом поедешь и вот эта ошибка гаснет ну вот у меня то же самое было я сливал топливо с фильтра и она пропадала потом посмотрим все эту тему отключаю да кстати на next вот она где находится этот бардачок открываешь и тут все три буха и вот здесь разъем оба д у меня диагностика сканматик 2 все приложение в телефоне на андроиде samsung вот так вот самое главное давление все и все есть лампочка гаснется нормально все работает показания все норме мотора на это вот прилег поспать все вот это вот лишний удоб всякой фигни очень много времени занимается эти фонарики лампочки там пластик а так все четко маслоуровень сапуна не капает визитку слава богу все проверили машина трогается дай бог обкаталась чтоб запчасти были хорошие качественные машинюшка готова все собрали все ребята чем вас привет все машины сделали хочу выразить большую благодарность михаил братишки спасибо большое все качественные сделал все понравилось все объяснил все показал все рассказал как и надо потому что с ребятами со многими общаясь как говорится некоторые сервисы они приезжают жалуются там вот как говорится не подходи как говорится ну типа отойди подальше там туда-сюда надо просто тоже так же общаться что-то подсказать чтобы дальнейшем как говорится собственник там что-то как хотя бы что-то знал там и так далее чтоб как-то эксплуатировал по-другому автомобиль моменты конечно да там патрубок турбины с самого низа тер этот массовый провод и он прям прорезал вот это тоже сегодня начал вот это все мыть как говорится сам получается не шланг а на чем крепится переворачиваем короче разрезан то есть это все повлияло тоже добавило на ремонт все печки все поменяли абсолютно все все патрук все фильтра все ну здесь уже не знаю все цепи и так далее кольца там ну все все сами видели все видео кстати еще хочу выразить большую благодарность сервису который в аренду сдали буквально на 4 дня ровно 4 дня получилось да были нюансы поэтому так ну как говорится торопиться тоже вот им большое спасибо ребятам всем большое спасибо кто мне скинул контакты вот этого сервиса будем приезжать визитка ребят есть кому надо субботу пятницу воскресенье то есть они без выходных вот мы вот сами здесь с Михаилом были все выходные если что ставим на паузу вот номер ребята звоните можно обращаться тепло хорошо инструмент все есть ямы подъемники без проблем легковые грузовые любые машины ремонт тепло вот жарко даже я могу сказать так светло воздух есть какие-то домкраты там подъемники есть инструменты какие-то есть ну в принципе все есть да вообще обалденно черного плаща здесь было на ремонтировать да 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 чем спину прогревать на морозе да и там тренировать больше потратить на эти таблетки сейчас в яму там на уезд там залезешь где спину простишь это сейчас пошел лекарство рубля нету еще не помогло тебе хуже наоборот все ребят всем большое спасибо за просмотры ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на Кирилла Михаила еще раз огромное спасибо вот такой видос получился у нас с ремонтом подписывайтесь на канал ставьте лайки всем всего самого доброго хорошего и самое главное не ломайтесь и еще чем больше ты принимаешь в машине тем меньше она ломается всего доброго ребят пока хорошо вот так все нужно очень вот так вот так вот так вот так вот так я